Здравствуйте! С праздником! Уверен, сегодня утром большинство из вас смотрело на градусник. А кого-то очень заинтересовало, что там на горизонте. Кстати, имеющие отношение к химии или кулинарному искусству, несколько раз в день обязательно столкнутся с такими словами, как кислота или вещество Но при этом мало кто догадывается, что все эти слова искусственно изобретенные, придуманные одним человеком, Михаилом Васильевичем Ломоносовым. И даже не в качестве писателя, литературное творчество было лишь одной из многочисленных сфер его деятельности, А возникла необходимость в таких словах вот почему В 1746 году Ломоносов перевел на русский язык учебник Христиана Вольфа Вольфианская экспериментальная физика В предисловии ученый признавался «Сверх всего принужден я был искать слов для наименования некоторых физических инструментов, действий и натуральных вещей, которые хотя сперва покажутся несколько странны, однако надеюсь, что они со временем через употребление знакомее будут». Не все слова, придуманные Ломоносовым, вошли в обиход русского языка, а некоторые были усовершенствованы в плане удобства произношения. «Коловратное движение», например, стало вращательным. Еще более богатым оказалось слово «изобретательское наследие современника» Ломоносова, поэта Василия Кирилловича Тредиаковского. Трудно представить себе современный русский язык без таких слов, как «общество», «достоверный», «беспристрастность», «злобность» и многих других. А вот Николай Михайлович Карамзин, известный как изобретатель буквы «ё», придумал ряд новых слов, ряд неологизмов. При этом его принцип был самым простым. В русском языке есть, к примеру, слово «промысел». А когда этим занимаются в государственных масштабах, то можно использовать слово «промышленность». Есть глагол «трогать». И от этого глагола Карамзин изобрел прилагательно «трогательный». Ну что же чувствовала она, тогда, когда, растопняв её в последний раз, в последний раз прижав к своему сердцу, сказал «Прости, Лиза, какая трогательная картина!» Утренняя заря, как алое море, разливалась по восточному небу. Повесть «бедная Лиза». А глагол «занимать» дал возможность придумать, опять же, прилагательно «занимательный». От существительного «будущее» Карамзин изобрел будущность. И уже у Лермонтова это слово появилось, как нечто само собой разумеющееся. «Гляжу на будущность с боязнью, гляжу на прошлое с тоской, и как преступник перед казнью, ищу кругом души родной». Если сегодня кто-то из вас или вы на кого-то произвели впечатление, то обозначение этого состояния придумал также Карамзин. Карамзину принадлежит и авторство слова «катастрофа». Всего в произведениях писателя встречается около 50 новых слов, которые прочно осели в русском языке. А какие, кстати, нужные слова для нашего языка придумали Достоевский, Салтыков Щедрин, Велимир Хлебников, Игорь Северянин. Надеюсь, в ближайшее время мы обратимся и к их изобретениям. С праздником!